Я хотел бы также проанонсировать наш следующий вебинар. Наш следующий вебинар будет вести Юрий Николаевич Белоножкин. Вебинар будет проходить в цикле «Электронное обучение». И называться он будет «Креативная перезагрузка. 12 дизайн-хаков для автора курса». Вот, пожалуйста, сейчас я приведу эту ссылочку. Можете ей воспользоваться для того, чтобы зарегистрироваться в наш следующий вебинар. Ну что ж, коллеги, я смотрю, уже собралось нас здесь достаточное количество. Сейчас я передам слово Юлии. Я попрошу прощения для того, чтобы мы находимся перед одним компьютером. Поэтому я временно выйду. И примерно через полминуты Юлия возникнет здесь тоже перед вами. Пожалуйста, не разбегайтесь. И мы сейчас продолжим наше вещание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Юлия Долбилова. Тема нашего вебинара «Библию школа. Формируем информационно-образовательную среду школы». Всем ли хорошо меня слышно? Сегодня я расскажу немного о проекте, о наших преимуществах, о том, как и для кого с его помощью можно формировать информационно-образовательную среду школы, а затем проведу виртуальный тур по сайту. И, конечно же, отвечу на все ваши вопросы, если они у вас появятся. Итак, школьный портал «Библиошкола» – это инновационный образовательный ресурс, который открывает новые возможности информационно-образовательной среды школы, предоставляет доступ к учебно-методической, познавательной и художественной литературе для учителей, администрации, школьников и родителей. Это проект издательства «Директ-Медиа». В числе наших преимуществ можно выделить то, что, во-первых, это школьная библиотека, которая наполнена книгами разных издательств. Комплектуется она в соответствии с перечнем книг, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации. Письмо всем известной Миноборнауки России номер 08-709 от 14 апреля 2016 года, который называется «О списках рекомендуемых произведений». В-третьих, наш школьный портал «Библиошкола» воспитывает духовно-нравственную культуру и уделяет большое внимание гражданско-патриотической направленности. Литературе, также рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации. И в числе наших преимуществ также можно назвать соотношение цена-качество. Информационно-образовательная среда школы. Для кого она предназначена? Во-первых, в первую очередь для учителя. Для учителей это удобство, новые возможности, богатство выбора и саморазвитие. Что же мы предлагаем для учителей? Для учителей мы предлагаем, во-первых, удобный каталог и навигацию, простой и понятный интерфейс. Причем интерфейс настолько понятный, что можно пользоваться библиотекой только при помощи мыши, даже не используя клавиатуру. В-третьих, учителям мы предоставляем доступ к учебно-методической, педагогической и психологической литературе для повышения квалификации преподавателей. Также огромный выбор электронных материалов – это книги, хрестоматии, журналы, карты, электронные энциклопедии, аудиокниги, художественную литературу для школы и учащихся. Многообразие источников, собранных в нашей библиошколе, дает возможность выстроить более привлекательные занятия, эффективнее вести работу и планировать внеклассную деятельность. Также учитель получает возможность личного кабинета и личной подборки со всеми нужными книгами. Далее мы предлагаем информационно-образовательную среду школы для администрации. Здесь техника все сделает за вас. Это система управления и статистики, использования библиотеки, отслеживания движения фонда и новых поступлений. То есть, когда я буду проводить виртуальный тур по нашему сайту, в разделе «Статистика» вы можете задать начало периода и конец периода и просмотреть движение фонда библиошколы за интересующий вас период. Также вы можете контролировать статистику активности читателей. То есть здесь можно просмотреть статистику посещений и просмотров пользователями вашей школы. Также можно отследить статистику запросов книг, и вы получаете, кроме того, оперативную техническую поддержку. Информационно-образовательная среда школы также предназначена и для школьника, которым с нашей библиошколой, с нашим школьным порталом учиться весело и интересно. Здесь представлена уникальная коллекция книг и наглядных пособий для легкого и увлекательного усвоения школьной программы. В наше время, когда школьники заняты преимущественно в интернете онлайн-играми, мы предлагаем прекрасную альтернативу этому. То есть мы предлагаем читать книги с компьютера или планшета вместо онлайн-игр, что дает возможность для школьников саморазвития, самообразования и самовоспитания. Доступ к нашему школьному порталу «Библиошкола» предоставляется в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, то есть круглосуточно. В нашей «Библиошколе» представлены следующие издательства. Это «Алитея», «Весь мир», «Владос», «Директ-медиа», «Логос», «Ломоносов», «Прометей», «Репол-классик», «Тетра-системс», «Языки славянской культуры» и многие другие. Наш сайт «Школьный портал Библиошкола» располагается на страничке. В него как можно попасть, точнее сказать, сайт называется 3wbiblioschool.ru. На него вы можете также попасть с главной раздаточной страницы нашего сайта. 3wbiblioclub.ru, где размещены как раз-таки все наши проекты, в том числе и «Библиошкола». Если вы зайдете на сайт biblioclub.ru, то увидите как раз-таки раздел, посвященный «Библиошколе». При нажатии на «Библиошколу», соответственно, вы попадаете на главную страницу сайта biblioschool.ru. Вот таким вот образом выглядит главная страница с представленными в ней разделами. Для работы с «Библиошколой» есть возможность использовать все виды устройств. Это стационарные компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны. Вот так выглядит мобильная версия нашего сайта. Скриншоты здесь сделаны с андроида. Вот, пожалуйста, главная страница мобильной версии сайта и раздел уже непосредственно с книгами. Как происходит подключение к «Библиошколе»? К «Библиошколе» могут подключиться и организации, юридические лица, и физические лица. Тоже могут получить доступ к нашей «Библиошколе». То есть, если на данном этапе школа пока приняла решение по какой-то причине не подключать наш школьный портал, то учитель может сам для себя приобрести доступ к нашему ресурсу как физическое лицо. Подписка на полгода составляет 999 рублей для физического лица, и подписка на год для физического лица составляет 1799 рублей. Как начать работу? В правом верхнем углу у нас, обращаем внимание, есть кнопочка «Войти». При нажатии на нее у вас появляется на экране компьютера окошко со свободными полями для ввода логина и пароля. Если ваша школа в настоящее время подключена на тестовый доступ или по подписке, то выданный вам для школы логин и пароль вы копируете в соответствующие строки для логина и пароля, нажимаете кнопочку «Авторизация» и оказываетесь в системе, тем самым получая доступ к полнотекстовым изданиям. Вот так выглядит каталог. То есть при нажатии на раздел «Каталога» у вас появляется выпадающий список подразделов, которые представлены в нашей библиошколе. Это методическая литература, педагогика и психология, готовимся к экзаменам, естественные науки, гуманитарные науки, мировая художественная культура, языкознания, художественная литература, великие и знаменитые, интеллектуальное развитие, энциклопедии, периодика, аудиокниги и коллекции. Вот такие подразделы «Каталога» представлены. Далее. Выбрав любой интересующий вас раздел, подраздел «Каталога», например, в данном случае на слайде представленном мы зашли в подраздел «Педагогика и психология», который называется, у вас появляется информация о количестве произведений, которые представлены в данном разделе, которые вы выбрали. Вот, например, в разделе «Педагогика и психология» произведений в разделе 1762 и о количестве авторов в разделе. В данном разделе 1412 авторов мы видим. И также здесь представлены все книги, которые есть в настоящее время в выбранном вами разделе. Как работать с книгами? При наведении на какую-то конкретную книгу курсора появляется окошко с подробностями, в котором содержится основная информация о данной книге. Это автор, название, издательство и год издания. Далее переходим к чтению выбранной книги. Выбираем интересующую книгу, нажимаем на нее курсором. У нас получается, мы видим обложку, аннотацию книги и ее описание. И у нас есть зеленая кнопочка «Читать». Чтобы начать чтение книги, нажимаем на эту кнопку и переходим непосредственно к полному тексту книги. Хотелось бы обратить на верхнюю строку, обратить ваше внимание. Здесь есть значок о возможности копировать фрагмент книги. Но копировать фрагмент можно с учетом следующего ограничения. Не более одного фрагмента для одной книги в течение суток. И этот фрагмент должен составлять не более 25 страниц. Также можно менять формат книги по размеру страницы, по ширине страницы. Видим плюс-минус, то есть можно увеличивать и уменьшать текст книги. Можно развернуть ее в полный экран, распечатать и остановить, обновить или перезагрузить страницу. То есть все создано для вашего удобства. Также здесь можно, мы видим подраздел «Отзыв о книге». Можно оставить отзыв о данной книге. В разделе «Информация о книге» можно просмотреть содержание данной книги и вернуться в каталог. По поводу предметного состава нашей библиошколы, хотелось бы остановиться на нем подробнее. При нажатии на кнопочки «Предметы» появляются в верхней панели, отображаются только основные предметы. Это алгебра, биология, география, геометрия, история, литература, русский язык, физика и химия. А если мы зайдем, то есть нажмем на какой-либо основной предмет, ну, например, на алгебру, то здесь можно перейти на полный список предметов. То есть вот таким образом у нас появляется полный список предметов, представленных в нашей библиошколе. Мы видим, что это алгебра, английский язык, биология, всеобщая история, география, геометрия, естествознание, изобразительное искусство, информатика, история, история России, литература, литературное чтение, литературное чтение на родном языке, математика, математика, алгебра и начало математического анализа, геометрия, мировая художественная культура, музыка, немецкий язык, обществознание, окружающий мир, основы безопасности жизнедеятельности, основы религиозных культур и светской этики. Далее можно выбрать книги по какому-либо предмету. То есть перейти именно в список книг, которые представлены, именно ранжированы по предметам. Вот мы сейчас выбрали, допустим, предмет литература, и видим, что у нас в библиошколе, какие книги представлены по предмету литература. Или далее, допустим, можно посмотреть, перешли, выбрали предмет химия, видим, что у нас представлены, что конкретно, какие именно книги, какие издания представлены по предмету химия. И так аналогично можно проделать со всеми остальными предметами. Далее происходит ранжирование по классам, то есть представленная литература для всех классов школ с 1 по 11 класс, выпадающий списочек с подразделами. Далее обращаю ваше внимание, как я уже говорила, наша библиошкола комплектуется в соответствии с рекомендованным списком Министерства образования и науки. Здесь как раз-таки этот списочек тоже представлен. Литература, рекомендованная Миноборнауке России, она тоже ранжирована по классам. Если вы пролистаете полностью этот список, то здесь как раз-таки ранжирована она на начальную школу с 1 по 4 класс, далее среднее звено с 5 по 9 класс, старшие классы 10 и 11 класс. И далее идет список литературы гражданско-патриотической направленности, которому мы уделяем особое внимание. Хотелось бы обратить ваше внимание также на раздел тематические коллекции. Тематические коллекции – это раздел каталогов, в котором размещены тематические коллекции издательства Директ Медиа. Это целостные систематизированные подборки литературы по определенной теме или проблеме. Коллекции составлены профильными специалистами. Перечень коллекций и состав коллекций постоянно обновляется. В настоящее время представлены коллекции по следующим направлениям. Это естественные науки, история, литература, мировая художественная культура, мировые религии, общество знания, педагогика и психология. В качестве примера, чтобы показать вам вот именно конкретный раздел тематических коллекций, допустим, можно перейти в естественных науках в раздел «Головоломки для детей и взрослых». Коллекция «Головоломки для детей и взрослых» составила книги с головоломками, ребусами и занимательными задачами по математике и геометрии. «Головоломки» – это прекрасный тренажер для ума в любом возрасте. Они развивают сообразительность и смекалку. Вот таким вот образом выглядит данная коллекция. Далее, следующий слайд, на который хотелось бы тоже обратить ваше внимание, это наглядные пособия. Наглядные пособия – это обучающие мультимедиа. Представлены аудиокниги, цифровые карты, тренажеры. Аудиокниги. В настоящее время в коллекцию аудиокниг входит более 2000 аудиокниг. Состоит из более 2000 аудиокниг. Здесь есть поисковая строка, можно искать по авторам, по жанрам. Можно прослушать аудиокнигу, можно добавить ее в избранное, либо удалить из избранного. В коллекции аудиокниг представлены лучшие произведения мировой и отечественной литературы в озвучке талантливых российских исполнителей. Далее цифровые карты также у нас представлены в библиошколе. Различные географические, контурные и исторические карты. Тренажеры и тесты – тоже один из видов наглядных пособий, представленных. Здесь также есть поисковая строка, можно искать и ранжировать. Возвращаясь к вопросу о создании информационно-образовательной среды для школы, существует профиль у нас на портале «Профиль «Моя школа». Что, какая информация здесь содержится? Здесь есть несколько вкладок, здесь в которых содержится, допустим, информация о подписке. Есть возможность получать рассылку. То есть зайдя в раздел «Рассылка», вы можете флажками отметить именно те предметы, по которым вы хотели бы получать рассылку с нашими новостями. Здесь можно просмотреть пользователей вашей школы зарегистрированных. Здесь представлено движение фонда о том, о чем я говорила в самом начале. Можно обозначить начало и конец периода и просмотреть движение фонда за данный период. Аудиокниги и подкасты, карты, тренажеры. И представлены также доступные для вашей школы разделы книг. Переходим в следующую вкладку профиля «Моя библиотека». Здесь для администрации, для учителей, для библиотекарей отражаются последние читаемые книги пользователями вашей школы. Здесь эти книги можно просмотреть на сайте, те книги, которые были прочитаны, просмотрены пользователями вашей школы. Также этот список можно скачать в формате Excel в табличке, если он будет нужен для какой-либо вашей отчетности. Также в профиле «Моя библиотека» отражаются избранные книги. Когда я говорила про аудиокниги, обращала ваше внимание, что можно аудиокнигу добавить в избранное либо удалить из избранного. Вот здесь как раз-таки избранные аудиокниги отражаются в данном профиле. Список аудиокниг также можно либо просмотреть, либо скачать в формате Excel, если вам потребуется это. И еще один важный элемент информационно-образовательной среды школы – это статистика. В этом разделе отражаются скаченные ресурсы, просмотренные ресурсы, статистика посещений пользователями вашей школы и рейтинги. Здесь нужно выбрать интересующий вас период, начало периода обозначить и конец периода, нажать кнопку «Показать», и таким образом вы сможете увидеть статистику работы ваших пользователей с нашим ресурсом. Статистику можно также просматривать на сайте и можно выгружать в таблицы в формате Excel для отчетной документации. Также хотелось бы обратить ваше внимание, что несмотря на то, что поисковые строки есть практически во всех разделах, и в аудиокнигах, и в цифровых картах, можно искать внутри каждого раздела, но у нас еще существует и представлен расширенный поиск. Искать можно по нескольким параметрам. Обращаю ваше внимание. По автору, по издательству, по классу, по году издания, по жанру и по предмету. То есть задаем то, что мы хотим найти, и нажимаем кнопку «Найти». Система отфильтровывает уже издание по вашему запросу. Еще один проект, на который хотелось бы обратить ваше внимание, и это арт-портал, который мы тоже предоставляем школам вместе с школьным порталом «Библиошкола». Вот так выглядит главная страница арт-портала. Обучающий арт-портал «Мировая художественная культура» – это собраны здесь произведения живописи, графики, архитектуры, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, театрально-декорационного искусства. И у нас сейчас существует, действует, точнее, акция в настоящее время. Те школы, которые подключаются, заключают договор и подключаются к школьному порталу «Библиошкола», мы предоставляем им доступ и к арт-порталу в качестве бонуса. То есть вы получаете доступ к двум ресурсам по цене одного на 12 месяцев. Переходим к выводам. Итак, формируя информационно-образовательную среду школы с нашим школьным порталом «Библиошкола», вы получаете, во-первых, качественную инфраструктуру знаний, повышаете качество образования и престиж школы. Во-вторых, получаете экономию средств, библиотеку электронных книг, подписка на которую эквивалентна стоимости нескольких печатных книг. Здесь, наверное, уместно будет сказать о стоимости. Стоимость подключения для школы, как юридического лица, как организации, для всех пользователей школы по логину и паролю, из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет, на 12 месяцев составляет 20 тысяч рублей. Как я уже сказала, те школы, которые заключают договор и подключаются до Нового года, то есть до конца 2016 года, они получают доступ не только к школьному порталу «Библиошкола», но и доступ к обучающему арт-порталу «Мировая художественная культура» по единой цене. Также вы получаете экономию времени, работая со школьным порталом. Удобный поиск позволяет найти нужную книгу за небольшое количество времени, буквально за считанные секунды. Также получаете круглосуточный доступ к электронным материалам из школы и из дома, так как выданный для вашей школы логин и пароль, по нему можно работать не только в помещении вашей школы, но и из дома, из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет. И доступ получают все пользователи вашей школы. Это администрация, учителя, библиотекари, школьники и родители. Благодарю вас за внимание. Если школа изъявляет желание получить бесплатный тестовый доступ к нашему школьному порталу «Библиошкола» и тестовый доступ к арт-порталу, то вы можете обратиться по телефону или по электронной почте, которая указана у вас на экране на данном слайде. Мы будем ждать ваших заявок на тестовый доступ либо на подключение по подписке. Уважаемые коллеги, может быть, у кого-то есть какие-то вопросы, я готова на них ответить. Так, первый вопрос. Добрый день. Как я могу раздать эти книги ученикам? Или только я могу воспользоваться этими книгами? Иллюза Фатаховна, мы выдаем при подключении, если вы оформляете подписку к нашему школьному порталу, наша техподдержка создает для вашей школы логин и пароль. И вы уже выдаете его пользователям вашей школы, в том числе и ученикам, которые смогут по данному логину и паролю войти в систему и работать с полными текстами данных книг, которые вы можете им порекомендовать. Вопрос про тестовый доступ. Бесплатный ли он? Да, тестовый доступ мы предоставляем всем школам бесплатно. Тестовый доступ как раз и предназначен для того, чтобы вы могли посмотреть, проанализировать, что туда входит, как система работает, и принять дальнейшее решение о подписке, о заключении договора и подписке на наш ресурс. Тестовый доступ предоставляется всем желающим. Вы можете прислать ваши контакты, ваши координаты мне на электронную почту долбиловоу.собакодиректmedia.ру Я сделаю заявку в техподдержку на подключение бесплатного тестового доступа, и вам пришлют на электронную почту уведомления о подключении и логин и пароль для доступа к школьному порталу Библиюшкола и для доступа тестового, тоже бесплатного, к арт-порталу, обучающий арт-портал Мировая художественная культура. Либо можете позвонить по телефону, также дать ваши координаты, электронную почту, и мы оформим для вас, зарегистрируем для вас тестовый доступ на желаемый срок. Так, бесплатный, ответила. Далее, спасибо большое. Подписка для школ годовая сколько стоит? Стоимость подписки на год, на 12 месяцев для школы, к школьному порталу Библиюшкола, для всех пользователей, как я уже подчеркивала, составляет 20 тысяч рублей на 12 месяцев. То есть школа заключает договор и оплачивает и получает доступ к ресурсу. Те школы, подчеркиваю, которые заключают договор до конца 2016 года, до Нового года, получают еще в качестве бонуса в эту стоимость доступ не только к школьному порталу Библиюшкола, но и доступ к арт-порталу за 20 тысяч рублей на 12 месяцев. Так, еще я вижу вопросы. Так, тестовый доступ предоставляется на какой срок? Тестовый доступ может быть предоставлен на срок от одного месяца. То есть здесь уже сроки мы обсуждаем с вами, регулируем. Кому-то нужен, кто-то говорит, кому-то нужен меньший срок, кто-то просит больший срок. То есть здесь вообще стандартный срок предоставления тестового доступа, бесплатного тестового доступа, подчеркиваю, один месяц, но далее уже варианты могут варьироваться в зависимости от ваших пожеланий. Если кому-то нужно на меньший срок для принятия решения, можем подключить на меньший срок. Если на больший, по согласованию тоже можем продлить на больший срок. Так. Есть большие школы. 20 тысяч и маленькие сельские тоже 20 тысяч. Сейчас так. Здесь маленькие сельские школы. Но это, Вера Васильевна, может быть, нам с вами лучше созвониться по телефону или списаться по электронной почте. Здесь уже вообще цена, да, 20 тысяч рублей на 12 месяцев. То есть здесь скидки и специальные условия возможны при подключении целых регионов, когда подключается централизованно именно все школы, допустим, какой-либо области данного региона. У нас сейчас тестируются, работают с тестовым доступом. Есть такая практика, что целые области централизованы. То есть здесь уже при одновременном подключении от 40-50 школ какой-либо области или какого-либо региона здесь уже предоставляется существенная скидка. То есть здесь 20 тысяч рублей – это школа, когда заключает договор отдельно, напрямую. Если подключается регион, то здесь скидки возможны. При централизованном подключении именно региона или области. Так, а стоимость для физических лиц на год сколько будет стоить? Как физическое лицо, как я уже сказала, вы можете оформить подписку к нашей библиошколе. И стоимость для физического лица на год составляет 1799 рублей. На полгода для физического лица – 999 рублей. Если, допустим, учитель, либо библиотекарь, либо администрация школы хочет оформить подписку только для себя, как для физического лица. Так, у кого-то звук исчезает, пишут. Если отдельно учитель на 12 месяцев, сколько должен заплатить? Ну, это подписка, вот как я сейчас сказала, для физического лица. То есть с нашего сайта вы как раз-таки переходите, оплачиваете, производите оплату, да, и подписка на 12 месяцев для физического лица, для учителя будет стоить 1799 рублей. Так, следующий вопрос. Школьным порталом можно пользоваться только в школе или дома с компьютера тоже можно? Да, совершенно верно, я об этом говорила. Это доступ, который предоставляется не только из школы, со школьных компьютеров, но и из домашних компьютеров. Вам выдается логин и пароль, созданный для вашей школы, по которому, да, который вы выдаете пользователям школы, и вы можете работать и в стенах школы по этому логину и паролю, и из дома круглосуточно в любое удобное для вас время со стационарного компьютера, ноутбука, планшета, смартфона. То есть здесь – это круглосуточный доступ по логину и паролю. Главное – это наличие доступа к сети интернет. То есть работаете и из школы, и из дома. Так, можно пользоваться везде, да, можно пользоваться везде. Может ли учитель оформить на себя, а пользоваться вся школа? Нет, вы получаете, если вы приобретаете доступ как физическое лицо, значит, вы работаете именно как физическое лицо, приобретая доступ только для себя. Если школа заключает договор как организация, юридическое лицо с нашей организацией, то, соответственно, пользуется уже вся школа. Администрация, учителя, школьники. То есть здесь по логину и паролю уже работают все. Если заключила договор именно школа как юридическое лицо, то получают доступ все пользователи школы. Так, соответствуют ли представленные учебные материалы структура курсов в ГОС нового поколения? Лицензирована ли образовательная среда школьного портала «Библиошкола»? Мы пополняемся в соответствии со списком, рекомендованным Министерством образования и науки. В соответствии с ними мы производим пополнение нашей библиошколы и производится ее комплектация. Так, еще вопросы. Так, школьным порталом можно пользоваться только в школе или дома, с компьютера тоже можно. Да, вопрос такой был. Можно пользоваться школьным порталом и в школе, и дома, с компьютера тоже можно работать по выданному логину и паролю. Так, подписка для школ годовая – 20 тысяч рублей на 12 месяцев. Так, спасибо за информацию. Предусмотрены ли сертификаты об участии в вебинаре? Отвечаю на вопрос. В настоящее время сертификаты об участии в вебинаре не выдаются, но мы работаем в данном направлении. Этот вопрос рассматриваем. Пока сертификаты не предусмотрены. Еще вопросы, коллеги? Будут ли какие-то? Вопросов больше нет. Так, логин. Логин и пароль выдается 1 на школу. В режиме тестового доступа, да, мы можем сгенерировать 1 логин и пароль на школу и отправить как раз-таки контактному лицу, который уже выдает его своим пользователям. Либо логин и пароль можно сгенерировать для главного пользователя, а для остальных пользователей общий логин и пароль. Продолжение следует... А информация была ранее, что по результатам участия в мероприятии слушателям бесплатно предоставляются сертификаты. Вот по участию в данном вебинаре такой информации не было. Да, обещали, жаль, что нет сертификатов, можно было в электронном виде выслать всем на электронную почту. Говорят, что была. Уточню данный вопрос, но у меня есть информация, что не было информации о сертификатах. Павел Юрьевич, вопрос еще лицензирован для ваш портал. Вопрос про лицензирован ли ваш портал. Здесь на подобные материалы лицензии не требуются. Будьте добры, ответьте, пожалуйста, лицензирован ли ваш портал. Вот я только что, да, ответила, что на подобные материалы лицензии не требуются. Коллеги, если вопросов больше нет, у Фойкиной ДВ в рассылочке было написано про сертификат. Уточним этот вопрос. Я уже пообещала, что данный вопрос я уточню. Если вопросов больше нет, то на все вопросы более подробно мы обязательно ответим по электронной почте либо по телефону. Благодарю вас всех за участие в нашем вебинаре. И до новых встреч! Спасибо! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...